Терброд с колбаской, макароны запеченные с яйцом, какао с молоком, рыба, пюре, картофель. Оценили все от школьного меню до цифровых лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием. Зампредседателя правительства края, глава города и спикер Барнаульской гурдумы посетили детский сад и школу, которые ввели в эксплуатацию в этом году. Комиссия отметила качество проведенных работ, условия, созданные для педагогов и юных барнаульцев. Мы планируем с вами в этом году ввести пять детских садов. На что нацелена программа? Это уйти от очередности детей до трех лет. Она револьверная. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то становится старше. Шесть тысяч. Я думаю, что до окончания программы город с этим справится. Школы и сады построены на средства муниципального, краевого и федерального бюджетов. Причем последний внес наибольший вклад благодаря реализации нацпроектов «Демография и образование». За последние два года на территории края построили 11 детских садов. Продолжается строительство 14-ти. Конечно, возникают проблемы порой с сроками ввода объектов. Потому что не просто даются они сегодня. С соблюдением всех требований, конечно, приходится очень часто сталкиваться с тем, что своевременно не успевают заканчивать эту работу. Но это одно из тех направлений, которые правительство по поручению губернатора держит на особом контроле. Кроме того, как добавили чиновники, при строительстве образовательных учреждений сегодня учитывают больше факторов. Например, в 137-й школе у детей будут не только два спортзала, но и бассейн. Учитывается состояние подъездных путей, наличие парковок. Учреждения означаются современной техникой. Лежим, с улицы поступает свежий воздух, он нагревается и проветриваются. Андрей Дреер, День с толком.